Привет, друзья! Традиционно у нас все интересуются, какой будет курс доллара, сколько он будет стоить и так далее. И недавно, вот буквально сегодня или вчера, один человек мой и зрители спрашивают меня, Юрий, а что если доллар вдруг станет 120 рублей за доллар или 30 рублей за доллар? Это будет катастрофа? Что хуже? 120 или 30? Вообще непонятно. И он говорит, это же будет катастрофа. И давайте подумаем, а что будет, если доллар вдруг станет 120 рублей и что будет, если доллар вдруг станет 30 рублей за доллар? Что лучше? Какая катастрофа случится в том и в другом случае? Смотрите, 120 рублей за доллар. Вдруг завтра мы просыпаемся, 120 рублей за доллар. Что это значит? Это значит, что ваша зарплата, что с вашей зарплатой будет? Она не изменится в рублях, а в долларах она в два раза станет ниже. Не так ли? Так вот, друзья мои, почему она станет ниже? Потому что все цены вырастут. Потому что у нас практически все импортное. Мы все везем из-за границы. Мы что делаем? У нас, во-первых, все импортное, а во-вторых, все, что производится в России. Ну, процентов на 60 состоит из импортных составляющих. Доля импорта в российских же продуктах 60% вырастет все практически в два раза. При этом то, что производится в России, вырастет не так сильно, а то, что производится за рубежом, в два раза. Ну, потому что доллар вырос в два раза. К чему это приведет? Ну, конечно, наше правительство понимает, что это приведет к социальному взрыву. Поэтому так резко стоимость доллара не вырастет. Пока набиулина у власти, будьте спокойны, резких скачков не будет. Но вот что будет, если будет вдруг резкий скачок, если вот такое произошло, что будет? Импортные товары резко подорожают. Что это значит? Значит, люди начнут экономить и покупать российское. Вот в чем дело. И как только они начнут покупать российское, то, значит, у российских производителей начнет расти производство. Потому что это будет выгодно. Смотрите, теперь дальше. Люди, то есть зарплата, мы уже посчитали, да, средняя зарплата была 500 долларов, так сказать, в месяц. Стала 250 долларов в месяц. Сколько зарплата в Европе? Тысяча, там, полторы тысячи долларов в месяц. И производительность там, соответственно, выше. Что пойдет? Сюда пойдут инвестиции, потому что иностранцы начнут строить сюда заводы. Здесь заводы строить. Пока люди готовы работать за 250 долларов, здесь начнет расти производство. И пойдут инвестиции сюда. Инвестиции – это доллары. Поэтому, значит, потекут рекой доллары сюда. И, значит, строятся заводы быстренько, начинают производить, потому что все это, ну, производить здесь дешево. И, соответственно, продавать частично здесь, ну, большей частью. А частично вывозят за рубеж, потому что это выгодно производить здесь. И когда все это вывозится за рубеж, когда все это покупается здесь, что происходит отсюда, из России? Увеличивается экспорт, а, соответственно, сюда приходят доллары. Если долларов становится больше в стране, то что происходит? Курс доллара начинает снижаться. Поэтому это очень хороший сценарий. Если вы не верите, что это так, я вам скажу следующее. Я где-то лет 15 назад решил съездить в Китай, посмотреть, откуда у них такое экономическое чудо, откуда у них такие бешеные цены, бешеный рост. И что я увидел? Я увидел абсолютную нищету. Люди живут очень бедно. 15 лет назад, я напоминаю, 15 лет назад, очень бедно. Я спрашиваю китайцев, говорю, слушай, ну, я был частник, я просто в одиночку пересек весь Китай, от Пекина до Гонконга. Просто в одиночку. Абсолютно никаких там турагентств, это все было. Просто я решил поехать, потому что мне это захотелось. Так вот, я спрашиваю китайцев, говорю, слушайте, а сколько же вы получаете? Он говорит, ну, если китаец работает на заводе, который построен в свободных экономических зонах, то он получает где-то до 200 долларов, может быть, 250. Но при этом приходится вкалывать. А в деревнях 5-6 долларов в месяц зарплата. 5-6 долларов в месяц. Поэтому все китайцы стремятся пойти вот на эти предприятия и там работают. Предприятия выжимают из китайцев все соки, вот так вот. Понимаете? Потому что там нет профсоюзов. Они не пикнут, они работают по 12 часов. А китайцы умеют работать. Ребята, китайцы умеют работать день и ночь, не покладая рук. То есть они... Вот, поэтому у них вот это вот экономическое чудо. Что такое свободные экономические зоны? Это на 50 лет предприятие, которое находится в свободной экономической зоне, освобождается от налогов, от всех. Собственно говоря, вот оно и бесплатная рабочая сила. Ребята туда все начали инвестировать. Что мы видели последние годы? Что вообще весь мир заполонен китайским товаром. Они начали производить всякую херню, которая вообще, значит, там... Но она была дешевая, она была сказочно дешевая, потому что она не может не быть дешевой, потому что люди готовы работать там за 10, за 20 долларов. Понимаете? В месяц. И никто этого не мог победить. Почему Трамп вынуждает Си Цзиньпин, чтобы он повысил курс юаня? А Си Цзиньпин говорит, нет. Идите нафиг. Вот, потому что Китай все деньги вбирает в себя, всю экономику вбирает в себя, потому что невыгодно нигде производить товары, кроме так, как в Китае. Поэтому Китай начал расти в бешеном темпе. Потом я примерно в то же время приехал, был в Америке. Да, и из Америки мы заехали, значит, в Канаду. Ниагарские водопады. Ниагарский водопад. Где Китай? Где Ниагарские водопады? Понимаете, да? Озеро Онтарио. Вот. Так, что вы думаете? Я, значит, смотрю сувенирная лавка. Найджер Фоллс. Что вы думаете? Сделано в Китае. Сувенир для туристов. На Ниагарских водопадах сделан в Китае. Я приезжаю во Францию, блин, а за что ни возьмись, сделано в Китае. В России, за что ни возьмись, сделано в Китае. Почему? Потому что никто не может так производить бешево, как китайцы. Вот. И в результате, значит, соответственно, из Китая огромное количество товаров идет. А в Китае что назад? Выручка. Доллары. И в Китае накапливаются доллары. И там бешено растет все. И, соответственно, конкуренция. И уже повышать начали зарплату. И через несколько лет всего прошло. Это сколько там? Ну, 15 лет назад я там был. Сейчас говорят, что в Китае средняя зарплата такая же, как в России. Извините, в Китае население в 100 раз больше, чем в России. Это очень много. Поэтому, если доллар упадет, если доллар вырастет в два раза, наверное, это неплохо. Потому что это стимулирует производство. Еще один пример. Из нашей жизни, из моей личной жизни. Я прекрасно помню 1998 год, когда был дефолт. Когда до дефолта, до 21 августа, доллар стоил 6 рублей за доллар. После 21 августа 16 или там 12 рублей за доллар сразу он вырос. В 3 фактически раза. В 2-3 раза вырос. За один день. Я это прекрасно помню. Что было? Я понял, что будет катастрофа. Я понял, что надо куда-то смываться в лес и, значит, там жить, там пережидать войну гражданскую. Ничего не случилось. Через 2 месяца. Я занимаюсь полиграфией. Через 2 месяца. Ну, я вынужден повысить цены. Что мне делать-то? Я повысил цены. Я повысил цены. Мне казалось немыслимо. По таким ценам никто не возьмет. Через 2 месяца. Я смотрю, что производство-то идет. И оно начинает нарастать. И у меня количество заказов, блин, вдруг пошло валить. Прямо вообще, так сказать. И там дун-дун-дун-дун-дун вверх. Во-первых, цены повысились. Во-вторых, объем заказов повысился. Кто у меня заказчики были? Заказчики у меня заказывали что? Основная продукция моя. Этикетки и реклама. Так вот, кто заказывает этикетки? Промышленность. Промышленность начала расти. Потому что импорт подорожал, и люди начали брать наше, отечественное. Так вот, если доллар вдруг станет 120 рублей, то, соответственно, мы наконец-то... Хоть это заставит нас работать. А если мы будем работать, то у нас наш товар начнут брать, наконец. Он будет качественный. И он станет качественным. Сначала он будет некачественный. Помните, какой товар был некачественный китайский? Сейчас более-менее наладилось. Все наладится. Смотрите просто. Вот на историю. Другие страны. Китай, пожалуйста. Вот он показывает, что надо делать. И, соответственно, после того, как производство начнет работать, зарплаты начнут повышаться. И, соответственно, либо зарплата повышается в долларах, она в долларах будет повышаться, если правительство точно так же, вот на Биулина та же самая, будет держать курс доллара к рублю так, как есть, стабильным, да, то есть поставить своей целью удержание стабильного курса, то что будет? Будет зарплата расти. Зарплата будет расти в долларах. И он будет, так сказать, там не только 60, он может и 30 стоить. Потому что, если мы производим, если наша производительность труда, скажем, такая же, как на Западе, то, соответственно, и зарплаты у нас должны быть такими же, как на Западе. Пока у нас производительность труда в три раза ниже. И это прекрасно понимают у нас в правительстве, но ничего сделать, к сожалению, не могут. Потому что для того, чтобы к нам пошли инвестиции, мы должны опустить уровень жизни населения, то есть как бы опустить рубль, чтобы доллар повысился. И самое главное, они это прекрасно понимают, это защита частной собственности. Частная собственность должна быть неприкосновенна, ни при каких условиях. То есть борьба с коррупцией. Опять политика. Вот. И, соответственно, защита частной собственности. Чтобы люди, которые инвестируют, были уверены, что никакие рейдеры у них не отберут этот завод. Никакого Ходорковского не будет. Вот. А у нас настроения такие у населения, что давайте отберем у этих богатых. Вот. Пока у нас такие настроения будут, ничего хорошего не жди. Вот. Ну, я надеюсь, что вы поняли, что на самом деле, что будет с долларом? Да ничего не будет. Да, на следующей неделе ожидается, что 66, он подорожает. Ну, может быть, там 67, ну 68. Дай бог 69 там, не больше. Ничего не будет. Самый лучший прогноз, когда я учил теорию вероятности, самый лучший прогноз, знаете, какой? Как было, так и будет. Ничего не изменится. Ну вот, кончили за здравие, начали за здравие, окончаем за упокой. Сейчас заканчиваю. Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. Я немножечко изменил формат, вы видите, значит, стал более динамичным. Поэтому напишите, понравилась вам вот эта вот моя динамичность или нет. Ну, а на сейчас все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Пока.